В кабинет хронической сердечной недостаточности обращаются не только пациенты, уже страдающие кардиологическими заболеваниями. Сейчас повысился процент тех, кто хотел бы разобраться в новых тревожных симптомах, что возникли после перенесенной коронавирусной инфекции. Очень много молодых людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, и именно, так скажем, сердечно-сосудистая система вместе с вегетативной системой отреагировали вот таким образом. То есть чаще всего, я говорю, тахикардия, тревожность, кто-то не может уснуть. Вот в этом плане обращается очень много молодых. Кардинальные изменения происходят и у больных с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Пациенты с обычно повышенным давлением переходят в ранг гипотоников. Курсы назначенной терапии помогают выровнять состояние, но лучше пройти углубленную диспансеризацию, которая даст реальную картину состояния здоровья. У тех пациентов, у кого мы находим на первом этапе какие-то изменения по данным обследованиям, ну, я только вам пока сейчас, именно по сердечно-сосудистой, тем пациентам мы назначаем уже эхокардиографию, ну, или в простонародье УЗИ сердца, для уточнения функционального состояния миокарда, клапанного состояния сердца. Мария Озернова более полугода назад тяжело перенесла коронавирусную инфекцию и до сих пор не может восстановиться. Возраст и обилие хронических заболеваний здорово осложняют эту задачу. Очень не любитель ходить по больницам, в общем, вот, когда уже совсем плохо, тогда ползу. Все-таки тяжело коронавирус перенесли, да? Два месяца лежала здесь у нас. Но у меня еще сахар подлетел, сахарный диабет обнаружили. Врачи говорят, что проблемы со здоровьем после перенесенной коронавирусной инфекции решить можно. Главное еще больше не осложнять себе жизнь, исключить все факторы, что мешают восстановлению. А вот здоровый образ жизни, правильный режим отдыха и труда, адекватные физические нагрузки показаны каждому. Галина Житкова, Константин Брылов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Галина Житкова, Константин Брылов.